Дональд Трамп Одной из основных тем выступления стала внутренняя политика и проблемы среднего класса. Дональд Трамп вновь пообещал поставить во главу угла интересы американцев. Он также предложил радикально перестроить систему эмиграции в Соединенные Штаты. Сравнительно немного места в своей речи Трамп уделил международным отношениям. Президент заявил, что Америка от стата дружит с бывшими врагами и готова заключать новые партнерства на базе общих интересов. Трамп подчеркнул важность НАТО в поддержании безопасности, но вновь призвал союзников носить более ощутимый финансовый вклад в развитие этой организации. Со своей речью Трамп не упоминал Россию, Украину, Сирию или Ирак. Мы решительно поддерживаем НАТО. Этот союз выкован в двух мировых войнах и победил фашизм и коммунизм. Но наши партнеры должны выполнять свои финансовые обязательства. И теперь после наших серьезных и откровенных обсуждений они именно это и начинают делать. Я хочу сказать, что деньги начали поступать. Очень хорошо. Кандидат на пост главы разведки США Дэн Коутс назвал Россию главной угрозой. Он считает, что агрессивная российская внешняя политика вызывает озабоченность. Коутс также пообещал поддержать тщательное расследование предполагаемого вмешательства России в выборы. Американская разведка обвиняет Кремль в попытках повлиять на президентскую кампанию, чтобы помочь Дональду Трампу одержать победу на президентских выборах. Москва эти обвинения отрицает. У России богатая история пропаганды и попыток повлиять на разные страны, культуры, выборы и так далее. Прямо сейчас это происходит в Европе. Похоже, что они вышли на новый уровень. Они используют кибератаки и продвинутые методы, которых раньше у них не было. Так что я считаю, что нам крайне важно полностью разобраться в том, что произошло, как это произошло и получить об этом полный отчет. Российский правозащитник и журналист Зоя Светова, в квартире которой вчера проходил обыск, связывает действия оперативников со своей профессиональной деятельностью. Обыск продолжался около 11 часов. Поддержать Зою Светова на место приехали друзья и коллеги. Обыск был санкционирован обосманным судом еще 18 января. Он проводился в рамках уголовного дела ЮКОСа. Обсловом Световой, которая сотрудничает с проектом Михаила Ходорковского «Открытая Россия», следователи изъяли ее личный iPad, флешки, рабочие документы, старые ноутбуки детей и телефон мужа. Самое ужасное, что мои все рабочие материалы теперь находятся у них. У меня было даже ощущение, что они меня вообще сейчас посадят, понимаете? Потому что абсолютно бессмысленное действие. Мне кажется, что это направлено в какое-то дело, видимо, хотят сшить. Именно потому что я пишу в «Открытой России» на острые темы. Мне кажется, так. Россия и Китай наложили вето на резолюцию Совета безопасности ООН по Сирии. Проект документа предполагал введение санкций в отношении сирийского руководства. Башараса, да и его окружение, обвиняют в применении химического оружия. С инициативой выступили Франция, Великобритания и США. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва не поддержит никаких новых санкций против Сирии. И назвал их неуместными. Проект резолюции набрал необходимые для принятия 9 голосов членов Совбеза. Но Москва и Пекин заблокировали принятие документа. Связано это с тем, что избранная авторами одиозная и ущербная по своему характеру концепция абсолютно неприемлема. Тот факт, что резолюцию не поддержало 6 из 15 членов СБ, должен заставить соавторов серьезно задуматься. Это уже седьмое вето России по Сирии за 5 лет. Какие еще доказательства нужны, чтобы убедиться, что для России интересы режима Ассада важнее, чем защита сирийского народа? Президент Владимир Путин заявил, что никакой государственной системы поддержки допинга в России никогда не было. Но при этом он признал провал российской антидопинговой системы. Путин заявил, что существовавшая в России система контроля не сработала. Это наша вина, добавил Путин. При этом он призвал расследовать выявленные случаи применения спортсменами запрещенных веществ. После публикации доклада Всемирного антидопингового агентства, спортивная федерация отстранили от участия в Олимпиаде в Рио около 100 российских спортсменов. Таковы главные новости к этому часу. С вами была Светлана Обратнова. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова